Мы уже седьмой год реализуем этот проект в стране. Он стал такой базовой, стартовой площадкой для молодых рационализаторов, исследователей, юных авторов со всей нашей красивой Беларуси. Сегодня уникальность заключается в том, что появились абсолютно новые номинации. Если в прошлом году это было всего лишь 10 номинаций, то сегодня нашим юным авторам представлена возможность презентовать свои проекты, разработки в 20 номинациях. Абсолютно новыми являются инклюзивное пространство и информационно-коммуникационные технологии для людей, в том числе с ограниченными возможностями. Сегодня на суд нашего Республиканского экспертного совета будет представлено 120 разработок в 16 номинациях. Это порядка 200 авторов сегодня получат обратную связь от экспертного совета, в состав которого входят представители не только государственных органов и структур законодательной власти, а также представители бизнес-сообществ, IT-компаний и иных организаций, которые сегодня оказывают содействие молодежному предпринимательству и вообще, в принципе, инновационному бизнесу. В общем-то, очень радует то, что в части новой номинации «Инклюзивное пространство» сегодня уже заявлены проекты. Порядка семи проектов будут представлены сегодня на республиканском этапе. Среди них есть авторы, которые сами являются людьми с ограниченными возможностями. И этот конкурс дает нам возможность объединить на нашей площадке всю молодежь, которая сидит в интернете, молодежь, которая сегодня, в общем-то, активный участник мероприятий. И в том числе и ребята, которые сегодня по тем или иным возможностям не имеют прямого варианта попасть на какое-то мероприятие. Я считаю, сегодня это прекрасная стартовая площадка, благодаря которой в дальнейшем многие авторы будут замечены и примут участие в дальнейшем иных конкурсах, и конкурсе инновационных проектов. И дальше мы их вывозим на различные площадки в другие страны, на форумы регионов России и Беларуси, где наши авторы могут еще показать себя, свои инновации, разработки перед другим республиканским экспортным сообществом и получить не только помощь в части каких-то определенных рекомендаций, но и практическую помощь в части продвижения проекта. Информационную, юридическую помощь, помощь в части практической апробации проекта на определенных предприятиях. То есть помощь может быть абсолютно разнообразна. Итог один, что сегодня победитель республиканского этапа в номинации «Школьники» получит рекомендации для поступления в высшее учебное заведение на специальности, соответствующую профилю. Две номинации у нас в этом году появились новые. Естественно, научное и социально-гуманитарное направление, в которых школьники будут пробовать свои силы. Соответственно, два школьника лучших в стране получат сегодня эти рекомендации. Студенческая молодежь будет получить возможность провести молодой ученый под ключ совместный проект с Академией наук Беларуси, где отточить свои навыки в части презентации проекта, в части работы с инвесторами, в части написания определенных статей по своим проектам. И в том числе все авторы проекта, которые станут победителями сегодня, получат 40 тарифных ставок Государственного комитета по науке и технологиям для написания бизнес-планов своих проектов. Ну, в общем-то, мы желаем удачи авторам, а сегодня мы, конечно же, хотим пообщаться с ними, со всеми молодыми людьми нашей страны на актуальную тему «Айти и молодежь – белорусский прорыв». Ведь действительно прорыв именно в этом, в «Айти сфере», в сфере образования, в сфере коммуникации и во всех сферах жизнедеятельности, которые мы сегодня не взяли. Мой проект «Автоматизированная поливочная система Smart Plant» зародился еще на том моменте, когда я училась в колледже. То есть я люблю цветы, но что-то большее, чем кактус, у меня никогда не росло. И зародилась идея создать вот такую систему, которая поможет таким людям, как я, решить эту проблему. Но когда я начала над ней работать, я поняла, что эта идея очень перспективная, то есть она легко переносится из каких-то домашних масштабов в какие-то промышленные. Главная особенность заключается в том, что аналоги базируются просто на периодичности полива. Моя поливалка умная, то есть она анализирует влажность почвы, исходя из чего она принимает решение, нужен ли полив, а если нужен, то в каком объеме. Помимо этого, на мой взгляд, очень весовое преимущество – это стоимость. То есть аналоги практически все импортные, да, и белорусский рынок, он такими изделиями, скажем так, не насыщен. Моя поливалка в полтора-два раза дешевле, чем то, что предлагают уже готовые производители. Ну, наверное, на данный момент главная трудность – это производство корпуса, да, то есть вы видите прототип, хотелось бы корпус какой-то более, скажем так, эстетически приятный. Ну и, конечно, инвесторы, то есть это учреждение образования, понятное дело, что как бы у нас нету таких возможностей продвигать проект. Сейчас я разрабатываю андроид-приложение, которое позволит вам, там, уехав в командировку или сидя на работе, зайти в телефон, увидеть, когда поливался ваш цветок, какие там показания, какие-то, да, с датчиков, увидеть, достаточно ли там воды. То есть постоянно идет работа и какие-то новые решения я придумываю, чтобы, скажем так, она стала еще лучше и еще полезнее, нужнее людям. Наша идея заключается в разработке и использовании виртуальной интерактивно-образовательной среды для подготовки членов комиссии ПЧС. При ликвидации чрезвычайных ситуаций любого уровня ключевым координирующим органом, который обеспечит взаимодействие и управление всеми заинтересованными, является комиссия ПЧС. От того, насколько оперативно и какие именно решения принимаются ее руководителям, во многом зависит конечный результат и жизнь и здоровье пострадавших. Поэтому вот нами разработан представляемый тренажер. Он позволяет моделировать развитие возникновения, развитие чрезвычайных ситуаций и моделировать деятельность должностных лиц, которые входят на том или ином уровне состав комиссии ПЧС. Тренажер включает в себя три модуля – редактора, обучающегося и инструктора. Модуль – редактор. Он позволяет создавать и редактировать различные сценарии возникновения чрезвычайных ситуаций. Имеется возможность использовать реальные карты местности при обучении. Интегрирована гибкая система установки параметров, влияющих на развитие чрезвычайных ситуаций, таких как направление, скорость ветра, различные технологические особенности тех или иных потенциальных опасных объектов. Допустим, количество опасного вещества, его тип. Что касается модуля обучающегося, он позволяет проводить обучение по заранее заданным сценариям, осуществлять документирование результатов и контроль хода обучения. Управление программой предусмотрено как от третьего лица, то есть от лица председателя комиссии ПЧС, так и разобщенно от каждого члена комиссии ПЧС в едином виртуальном пространстве, то есть в режиме мультиплеера, может обучение это проходить. Поддерживается 3D и 2D режим. Модуль инструктора. Он позволяет осуществлять контроль действий обучающихся, получать данные о результатах прохождения, либо группы в целом, либо каждого обучающегося в отдельности. И в конечном итоге это позволяет проводить детальный анализ, подводить итоги результатов обучения, ну и корректировать образовательный процесс. Все результаты обучения хранятся в структурированном виде, и это позволяет в любой момент к нему обратиться. Варианты конфигурации. Это базовая конфигурация предусматривает наш продукт, расширенная конфигурация и глобальная конфигурация. Отсутствие зарубежных и отечественных аналогов, возможность использовать реальные карты местности, гибкая система параметров. Интерфейс на русском и английском языке позволяет рассматривать наш продукт перспективным для использования не только в Республике Беларусь, но и за ее пределами. То есть на сегодняшний день это не просто идея, а уже готовый продукт, который уже сейчас приносит реальную пользу белорусскому обществу. Мы представляем устройство под названием Smart Account. Устройство разработано для развития детей. В чем его суть? Устройство спрашивает у родителей, какие примеры и сколько примеров должен решить их ребенок. Родители закладывают поощрительные призы в трубу от здания, и устройство выдает примеры, ребенок их решает. В случае верного решения ребенок получает приз, один из призов, смайлик или шоколадку. Родители могут говорить детям, что если ты получишь 6 смайликов, то мы сходим с тобой в кино. И тогда дети мотивируются и решают те примеры, которые им задают родители. И родители уверены в том, что примеры решены правильно. Пока мы разрабатывали, мы столкнулись с множеством проблем, но тем не менее все они решались. Первая и самая главная проблема была, что мы не знали, как сконструировать нашу, саму корпус. И решением стало 3D принтер. На развитие нашего проекта нам понадобился год, но сейчас мы можем производить по 2 таких устройства за один день.